здравствуйте с вами людмила кто любит бисер как я подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии жмите на колокольчик чтобы быть в курсе моих новых работ в этом ролике я покажу как я делаю праздничный поднос с подставками на пасхальные яйца я использовал вот такие ленты стразовые можно что-то другое придумать так как я много занимаюсь у меня остаются обрезки как раз я вот и такие обрезки и использовала я покупала ватрушку и там была такая подставка круглая и я ее буду использовать можно самим взять вырезать круг или квадратную не обязательно делать именно вот круглую форму я взяла вот такие цветочки пластмассовые можно вот у кого есть китайские мелкие цветочки бусинки все что хотите можно придумать я поставил проложила все по кругу так как они пластмассовые их обрезать нельзя я посмотрела если у меня какая-то остается пространство то я уже тогда уже подклеиваю оставляю немножечко местами с между цветочками чтобы был ровный круг беру клей и приклеиваю по кругу и вот такой простой поднос у меня получился можно взять даже настоящий не обязательно самим делать я беру вот такие бутылки это кефир молоко смотрите они разные разные по форме но горлышке у них одинаковые и поэтому я их отмеряла одинаково сейчас покажу как это легко и просто сделать эти они разные я прям с пробкой ставлю бутылку найти если вы такое захотите сделать не надо бы копить бутылки они много места занимают выпили молочко или кефир обрезали и оставили только верхушку самый идеальный вариант я выбрала 6 сантиметров меньше нельзя это 6 сантиметров потому что тогда яйца не войдут и будут шататься больше можно оставить больше тогда не видеть цветочков получится но я взяла вот 6 сантиметров я вот так прикладываю фломастер вот чтобы все одинаковые были можно и разные конечно сделать вот так ставлю ровно и и кручу бутылку и кручу бутылку я кручу бутылку и фломастер у меня рисуют линию вот нарисовала также беру 6 сантиметров прикладываю опять фломастер ставлю ровно на стол и снова поворачиваю бутылку на столе тогда будет у ровная линия все теперь осталось только отрезать я беру делаю надрез и делаю надрез ниже вот той линии которые нарисовала чтобы у меня вот этот фломастеры не был виден я делаю дырочку и или ножом или ножницами потом обрезаю вот я сделала дырочку можно обрезать сразу ножом но не всегда ровно получается поэтому я беру ножницы я вставила ножницы и ниже линии режу тогда вот как раз фломастер мне и не виден будет не надо не смывать ничего ниже линии обрезаю вот такой стаканчик у меня получился вот смотрите вот тут и есть вот такая полоска вот она тут это тут у меня белая красной пробки она красная ее не снимаю тогда ровнее все наклеится беру цветочек пробку и приклеиваю сюрприз цветочек можно бусинку можно конфетку положить вот так просто беру и приклеиваю у меня приклеилась и завинчиваю обратно вот эта полоска сейчас вам на цветной покажу я ее не снимала и закручиваю видите я ее не сняла она у меня ровненько получилось я имею ввиду вот эту вот она полоска я ее оставляю других работах я снимала а тут я оставила и когда получается ровней приклеивается я отрезала 300 раза размер у меня я измерила и отрезала беру клей и вот так полосочку потому что чтобы начало приклеилась и начинаю приклеивать приклеила и пошла дальше клеить на пластмассе она этот клей очень хорошо приклеивает не надо торопиться просто вот первые клея по кругу вот так только наверху и внизу только в начале в начале только я клеила чтобы именно край приклеился и в конце вот так раз и тут чуть-чуть клеим все у меня получилось теперь я взяла полоску с двумя рядами стразов и начинаю приклеивать сначала немножко по одному ряду и по второму ряду один ряд я ставлю вовнутрь вот вовнутрь видно и загибаю клею прижала у меня получается снаружи и внутри теперь опять немножко клеем по одному ряду и по второму ряду и загибаю клею ободок легко просто и очень быстро и красиво сейчас я доклею если где-то не приклеилась потом можно добавить клея сразу это хорошо видно вот столько я наклеила хотя я буду делать еще больше у меня еще и заготовки просто я вам показываю вот такие видите вот тут у меня красненькая я ничего не красила просто наклеила цветочек вот такие подставки под пасхальные яйца у меня получились легко быстро вот такие можно вообще поднос не делать просто вот так оставить я делаю и поднос и со и вот и оставляю вот так потому что когда ко мне в гости приход приходят они пытаются у меня забрать этот стаканчик с собой бывает такое поэтому у меня очень много стаканчиков и на подносе это поднос скорее всего скорее это для меня для дома а так для гостей я делаю подставки ой подставки не приклеиваю на поднос а дома я приклеиваю сейчас я расставлю вот так смотрите видите как получилось распределяю вот у меня один стаканчик поменьше получился обрезала побольше ну вот так примерно вот такая красота у меня получилась я измерила поставила сколько он мне подходит так как все легкое я беру буду приклеивать к подносу по кругу беру вот так немножко клея и приклеила следующую можете не приклеивать но не легкие и чтобы можно было бы ставить и не и они не не падали из-под носа то лучше приклеить но у меня и есть и подносы на пасху и отдельные подставки я вам показываю может быть это пригодится вам не только на пасху можно какой-нибудь праздник сделать или еще что-нибудь надо вам сделать вот такой вариант стаканчиков можно сделать почему я вот бутылки взяла потому что вот иногда стаканчики под яйца не подходят рюмочки продаются такие найти одноразовые а еще клей если горячим клеем иногда пластмасса начинает так морщится то именно с бутылок а пластмасса такая плотная хорошая вот это приклеиваю по кругу вот и стаканчики приклеила поэтому мне никуда они не падают но когда первый раз такое сделала все хотели отломать и ломали ну что делать отдавала вместе со стаканчиками а внутри у меня сюрприз цветочек можно конфетку или цветочек из бисера сделать сюрпризик так я для вас поставила и яйца в подставке да они у меня даже не вареные и не крашеные но для композиции я поставил чтобы посмотрели бы как это выглядит они у меня не тонут видите это видите это зависит от размера яйца какое-то яйцо глубже идет который а если она побольше она сверху но они все держатся я хочу показать что они все держатся я конечно яйца крашу мне больше всего нравится шелухой луковые красить и и когда они готовы тогда я беру может кто-то не знает беру тампончик и подсолнечным маслом обтирают чуть-чуть чтобы руки не пачкались тогда они вообще блестят вот представляем что у меня крашеные яйцах вот такой поднос у меня получился такой но сейчас я вам покажу еще один поднос праздничный тоже нарядный у соседи мне воду включают очень слышно все стенки тонкие вот такой поднос ну прям как тортик как тортик праздничный тортик получился вот такой поднос праздничный с киндер сюрпризами яичками зайчиками у меня получился вот такой праздничный это я в пятерочке вот такие покупала у меня еще остались они на отдельные где будет подставочка отдельная с яичком то получит еще ребенок хотя и не только дети даже взрослые тоже любят получать вот такой подарок на пасху можно что-то придумать какой-нибудь небольшой подарочек просто вам покажу это я в пятерочке покупала вот такое праздничные у меня поднос получился сказочный с яичками зайчиками и киндер сюрпризами вот такой я просто взяла отщипнула ножки вот и отщипнула покороче сделала и вот такой поднос у меня праздничный получился надеюсь вам понравилась моя идея как порадовать своих гостей и близких родственников соседей всех кто придет к вам на праздник пишите мне ставьте лайки до свидания надеюсь вам понравилось